Дай почитать. Роман «Воспитание», который переносит нас в 60-е и 70-е годы XX века «Секретики». Вспоминается мне, что в моем детстве, по времени, совпадающим с описываемым Олешковским, мы делали эти самые секретики. В потайном месте, как нам казалось, делал с земли небольшое углубление, в котором создавалась некая кибана или гербарий из цветочков, листиков, фантиков, и все это накрывалось осколком стекла. А потом присыпалась землей. Только самым близким друзьям можно было показать эти секретики. Уж и не знаю, сколько я их в раннем детстве нарыла, но это было такое уличное эстетическое воспитание. Писать собственные воспоминания, собственную автобиографию совсем непросто, даже очень сложно. Это требует погружения в далекое прошлое, бесстрашия, ведь исповедуешься в своих страхах, переживаниях, ощущениях, хороших и не очень поступках. В «Секретиках» две части – «Грибная молитва» и «Мальчик нет». Большое внимание автор уделяет истории своей семьи, члены которой интересные и талантливые личности. А Лешковский искренен открыт и оттого прост и незателив. Книга читается легко и даже незаметно подкрадывается последняя страница. Может показаться, что ничего интересного в ней и нет, но в этой простоте вся пронзительность и очарование. В детстве мы живем лишь сегодняшним днем, повзрослев, обретаем прошлое. Самые ранние дошкольные воспоминания, беззаботная жизнь деревни, история жизни бабушки и дедушки, московские дворы, советские школьные годы, много забавного, например, нашего героя. Сразу же после выписки из роддома привезли в Лаврушинский переулок, где в служебной квартире здание Третьяковской галереи, там тогда работали бабушка и дедушка, и жила семья писателя. Во двор выставлялась коляска с младенцем, есть фотографии в книге, и там он, спеленанный, на священной территории искусства спал между кормлениями. Осторожил его галерейский кот, восседавший у младенчика в ногах. Как только великий кот высовывал свою усатую серую голову из коляски наружу и начинал истошно вопить, охранница, из проходной звонил родным, ваш мальчик описался, выходите, кот мяучит. Отец Пития возил сына по археологическим раскопкам, и это сыграло роль в его дальнейшей жизни. Да, чужая биография, но освещенные писательским мастерством, доброй улыбкой и душевной открытостью, секретики становятся узнаваемыми и такими близкими. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!